Доброго времени суток, дамы и господа! Имею честь предложить вашему вниманию Синтелляционный радиометр поисковый SRP6801 Серийный номер прибора 296 Шестерка приподнята Но это, по-моему, шестерка Год выпуска 1983 Итак, в комплекте поставки идет Непосредственно сам радиометр SRP6801 Который вы видите на вашем экране А также Телефоны головные TG7M С проволочным оголовьем и одним ухом Вот такие вот По-просту говоря, наушники Ремень для ношения прибора Относительно документации информация такова Если вам необходима, крайне необходима Документация на данный прибор в бумажном виде То я поищу Мне кажется, где-то я ее видел Если же документация на данный прибор Нет необходимости То я могу вам выслать документацию в электронном виде То есть отсканированную, сохраненную в формате PDF Полный комплект документов Который включает в себя паспорт Техническое описание и инструкцию по эксплуатации И сборочных схем, чертежей и перечень элементов Распечатав любой из этих документов у себя локально И, например, внеся в паспорт серийный номер прибора И год выпуска Вы получаете полнофункциональную копию Которая позволяет вам проводить И проходить как поверку Так и ставить прибор на баланс Если это необходимо для юридических лиц Вот такое вот Замечание относительно документации Теперь перейдем к тесту работоспособности данного устройства Включаем прибор Как мы видим по отклонению стрелки микроамперметра Питание в норме Поэтому переходим в режим измерения Режим 2,5 В режиме 2,5 Постоянное интегрирование равняется 2,5 секундам Этот режим предназначен для экспресс-анализа Измеряемого объекта И динамика показаний в этом режиме Будет достаточно динамична То есть стрелка будет иметь гораздо больше разброс Нежели в режиме 2,5 Поскольку время достаточно короткое 2,5 секунды И погрешность измерения в режиме 2,5 Будет несколько больше Нежели в режиме 5 Поэтому этот режим 2,5 Предназначен для экспресс-анализа Измеряемого объекта Как вы видите Показания стрелки микроамперметра Радиометр в режиме 2.5 колеблется около отметки в 9 мкг в час, местами возрастая до 10, местами падая до 8, но именно такие средние значения, если усредить по достаточно продолжительному интервалу времени, будут наблюдаться в режиме 2.5. Переведем радиометр в режим 5. В режиме 5 постоянное интегрирование равняется 5 секундам. Этот режим предназначен для более детального анализа, но и время, необходимое для измерения, здесь должно быть как минимум 5 секунд или кратно 5 секундам. Поэтому для экспресс-анализа этот режим не подходит, этот режим подходит для более точного анализа измеряемого объекта. Переведем радиометр в режим 5В. В режиме 5В контролируется питание, подаваемое на блок детектирования. Вся шкала принимается за 10 вольт от 0 до 30. Соответственно, стрелка должна остановиться на середину диапазона, таким образом это будет 5 вольт. Здесь мы видим некоторое смещение в правую часть под диапазон, то есть мы можем свидетельствовать о том, что на блок детектирования подается несколько более чем 5 вольт, но это является допустимым отклонением и это не является каким-либо огрехом прибора. Итак, возвращаем прибор в режим 5, либо в режим 2.5, не суть важно, и произведем тест или же самодиагностику прибора средствами самого прибора, то есть штатными средствами, предусмотренными для данной процедуры. Для этого в левом нижнем углу имеется кнопка контроля. Нажав на контроль, мы должны следить за показаниями. Если при нажатой кнопке контроля показания падают к нулю, то это значит, что прибор самодиагностику не проходит. Здесь же мы видим ситуацию, что при нажатой кнопке контроля, как вы видите, что при отжатой кнопке контроля, показания все так же колеблются около отметки в 9 мкг в час. Такой средний фон в месте проведения съемки, поскольку в блок детектирования источники ионизирующих излучений не уткнуты. Теперь произведем тест прибора на источники ионизирующих излучений. Данный прибор оборудован вот таким вот креплением для контрольного источника. Наличие либо отсутствие контрольного источника в комплекте поставки обсуждается с каждым покупателем индивидуально. Мы же сейчас произведем тест прибора на источники ионизирующие излучения, в качестве которого будет выступать компас Адрианова. Вот такой вот компас. На сторона света и на стрелку которого нанесена светомасса постоянного действия. Итак, подношу я компас Адрианова к блоку детектирования. Как вы видите, радиометр прекрасно на него реагирует. Убираю я его за корпус металлический прибор, а показания будут падать к фоновым 9 микроэнгенам в час. Подношу, вот с какого-либо расстояния прибор будет его видеть. Если я положу просто на блок детектирования, то на первом поддиапазоне у нас будет зашкал. Таким образом мы проверили работоспособность прибора и на контрольном источнике. Нам осталось теперь протестировать гнездо для подключения наушников TG7M. Подключаю я наушники TG7M, подношу к микрофону видеокамеры. Надеюсь, вам слышен характерный треск. Если я поднесу источник компаса Адрианова к блоку детектирования, то интенсивность треска увеличится. Уберу источник, соответственно уменьшится. Надеюсь, вам был слышен этот звук. Таким образом мы проверили и гнездо, и также сами наушники. То есть одним действием проверили два узла. Выключаем прибор и переходим к осмотру внешнего вида прибора. Как вы видите, прибор находится в идеальном состоянии. Лакокрасочное покрытие на фронтальной части. Ручки переключения под диапазон, сами винты. Нигде нет признаков ни малейших сколов. Лакокрасочное покрытие по всей своей поверхности целое. На гранях, на углах абсолютно везде лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии. Что свидетельствует о том, что прибор с хранения. То есть им не пользовались, не эксплуатировался. Вид сбоку. Вид противоположного боку. Еще раз шильдик. 2.9.6. Это серийный номер прибора. Год выпуска 1983. На углах, на гранях нигде нет признаков эксплуатации. Четыре резиновые ножки, которые при эксплуатации улетают или же теряются одними из самих первых. Вот здесь они есть, что еще раз подтверждает мой тезис о том, что прибор не эксплуатировался. Вид со стороны крепления контрольного источника. Вид со стороны подключения блока детектирования. По шнуру. Шнур, если мы перегибаем, то он трещиной не показывает, не деформируется. И другие повреждения на данном шнуре отсутствуют. И по шнуру мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования имеет телескопический механизм, который имеет три положения. Максимально выдвинутое, среднее промежуточное положение. И максимально сложенное. И резиновый защитный колпак, который загрязнен. Сам металл блока детектирования, как вы видите, находится в идеальном состоянии. Вот такой радиометр SRP6801 доступен к приобретению. Если он вам интересен, контактируйте. Благодарю вас за внимание. Всех вам благ и удачи. Продолжение следует...